20.00 в Украине на Интере подробности о главных сегодняшних событиях расскажут наши переспонденты в студии Натальи Белышева. Смотрите в выпуске. Взрыв кебабной, граната во дворе мечети и автоматный обстрел на юге Парижа. Как всё это связано со вчерашним убийством французских журналистов? Очередной российский гуманитарный. Что привёз 11-й гум-конвой и чем нам это аукнется? Неразорвавшийся снаряд в фундаменте. Взрывать его здесь нет возможности, потому что в доме проживают ещё 42 семьи. Скольких жертв удалось избежать? Франция. Новые теракты, перестрелки и охота на братьев Куаши. Именно их подозревают в убийствах 12 журналистов накануне. Где скрываются преступники и как связаны сегодняшние происшествия с терактом в Шарли Эбдо? Елена Зорина подробнее. После нападения на еженедельник Шарли Эбдо события во Франции разворачиваются как в голливудском боевике. С утра страну сотрясают новые теракты и нападения. На юге неизвестные обстреляли мечеть. На востоке взрыв в кафе. Тоже возле мечети. К счастью, никто не пострадал. Но они далеко от Парижа. Открыли огонь по полицейскому патрулю. От полученных ранений погибла сотрудница полиции. Её коллега получил серьёзные ранения. О всём, что касается инцидентов вчерашнего и сегодняшнего, мы будем сообщать. И я призываю каждого быть внимательным, сдержанным и ответственным. Полиция на ушах до сих пор в розыске нападавшей на еженедельник. Уже известно, их было трое. 32-х и 34-х летние парижане, братья Куаши, выходцы из Алжира. Один из них несколько лет назад был осуждён за помощь постанцам в Ираке. Третий подозреваемый – житель Реймса. 18-летний Хамид Мурад. Предположительно, именно он был за рулём машины, на которой нападавшие бежали. Сегодня он сдался полиции, но свою причастность с кровавым событием отрицает. Говорит, был на учёбе. Это подтверждают и его одноклассники. Он всё понял, когда увидел своё имя в газетах. Хамид сказал нам, полиция окружила мой дом. Не знаю, за что мне всё это. Его семья очень верующая. Они мусульмане. Он не мог сделать ничего подобного. Братьев Куаши пока не поймали. В поисках укрытия они сменили машину и ограбили заправку. Их машина остановилась прямо напротив нас. Выбежали двое мужчин в масках, у них в руках были автоматы, и они открыли огонь. Во французской столице усилены меры безопасности. Для этого даже привлекли армию под охраной, редакции СМИ, храмы и места массовых скоплений людей. В стране объявлен трёхдневный траур. Вот так сегодня выглядят обложки французской и мировой прессы. Журналисты таким образом выражают солидарность с коллегами. Акции памяти проходят по всему миру. В Великобритании, Германии, Италии. В Европарламенте и Еврокомиссии погибших почтили минутой молчания. Это атака против нашего образа жизни. Против всех нас Европа должна ответить. Но сейчас время помолчать перед тем, как действовать. В Америке люди несут свечи к французскому консульству и выкладывают из них предложение «Я, Шарли». Эта фраза стала символом осуждения произошедшего. А в Париже скорбит очевидно даже погода. Здесь дождь. Колокола Нотр-Дам-де-Пари не смолкали в течение 10 минут. В полдень по всей Франции память погибших почтили минутой молчания. На улицы вышли десятки тысяч людей. А вечером погаснут огни Эйфелевой башни. Елена Зорина. Подробности телеканал Интер. К посольству Франции в Киеве целый день приходят люди. Они зажигают свечи, оставляют в карандаше и ручке, как символ свободы слова. Некоторые принесли распечатанные карикатуры из Шарли Эбдо, которые и стали причиной нападения на журналистов. То, что написал этот французский сатирический журнал, это просто повод найден. То есть ничем они особо никого не обидели настолько сильно, чтобы их за это убивать. Это издание всегда позиционировало себя как карикатурное. И оно шутило на грани фола не только над религией, но и над своими политиками, над другими народами. Я уверена, что весь мир останет против этого оружия, потому что свободу и свободу слова нельзя задушить. Двое украинских военных были ранены сегодня. К счастью, пока обходятся без погибших. Боевики продолжают наращивать активность. Кроме стрелкового оружия и минометов, террористы используют ГРАД, установки ГРАД и Ураган. На Востоке постоянно находятся несколько моих коллег. Сейчас с нами на связи Руслан Смещук. Руслан, здравствуй. Где побывал сегодня? Расскажи, что видел. Наталья, сегодня мы работали в районе поселка Крымская, 31-го блокпоста. Это так называемая Бахмутская дорога, одна из самых горячих точек зоны АТО. Сегодня передовые позиции для журналистов были закрыты. По данным радиоперехватов, после вчерашнего уничтожения разведиверсионной группы ЛНРовцев украинскими силовиками, боевики готовились нанести ответный удар с артиллерии. И ГРАД вообще в этом районе боевики достаточно активно используют тяжелое вооружение. Вчера они выпустили 12 ракет по поселку Нижняя, и снаряды взрывались прямо во дворах и домах мирных жителей. Раза три-четыре вдарило, да? А потом выхожу сюда в коридор, мне показалось, что крыша поднялась и бахнула. Вот тут душ был, с душа бак, там такой толщиной в палец. И перелетел через крышу и лежит аж на той стороне. Один из снарядов пробил стену многоквартирного дома, когда там находились люди. Ракета прошла сквозь пол и застряла где-то в фундаменте. Ее до сих пор не извлекли, военные говорят, если бы боеприпас детонировал, были бы десятки жертв. Я лежал в этой спальне, бабушка 85 лет лежала здесь. Полетели стекла, хлопок, все. Сейчас приедет бригада, которая будет заниматься разминированием, это тяжелая проблема, больная проблема, будет тяжело его туда извлечь. Взрывать его здесь нет возможности, потому что в доме проживает еще 42 семьи. И вот пока мы находились там, услышали, как вдалеке начали работать грады боевиков. Но это не было обстрел 31-го блокпоста или позиции украинской армии в Крымском. Это были междоусобные разборки между разными группировками ЛНРовцев. Вот военные рассказали нам, что уже в течение полутора недель, примерно после ликвидации одного из полевых командиров Бэтмена, своими же соратниками, что ли. Вот такие междоусобные разборки там происходят едва ли не каждый день. Вы сейчас слышали артиллерийские истребуны, но я могу сказать 100% что на нашу сторону снаряды не ложатся. В последнее время очень часто участились случаи, что идут разборки междоусобицы в своих там подразделениях. Недели от территории, не могут разобраться, потому что начался у них очень сильные хаотические движения. Люди, которые живут там, живут уже в течение многих месяцев в условиях постоянных боевых действий, в условиях постоянного отключения света. И вот они уже устали от всего происходящего и хотят только одного, чтобы перестали стрелять. Мы хотим в мир, а все же сердце заходится опять надо уколы колоть. Ну зачем это нам? Наталья, ну вот таким мы видели сегодняшний день в зоне проведения антитеррористической операции. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук был с нами на связи об активизации пророссийских боевиков на востоке Украины. Еще одна горячая точка – Мариуполь. Там находится Эльвина Сидбалаева, она с нами на связи. Эля, какие новости в Мариуполе? Да, Наташа, 4,03 и 2,02. Это потери украинской армии. Сегодня около 4 часов вечера боевики открыли огонь по нашим позициям. Об этом нам сообщили бойцы батальона «Киев-2». Из минометов атаковали один из блокпостов 28-й бригады. А вот вчера около 8 часов вечера боевики недалеко от гранитного пытались прорваться на территорию подконтрольной украинской армии. Привезли два двухсотых со стороны российских, я так называю, сепаратистских войск. Занимаются провокациями, постоянно делают выездные обстрелы с агрессов. Настолько обнаглели, подходят даже с фасонников стреляют. По позициям, по нашим позициям. А мы отвечать им не можем. И сегодня мы побывали под Донецком, в Красной зоне. Это территория между украинской землей и оккупированной террористами. Осенью тут шли ожесточенные бои. Местность опасная. В двух километрах от нас уже боевики. Сразу обнаруживаем снаряд, смотрим, есть взрыватель или нет. Взрывателя нет, он безопасен. Здесь их опасно оставлять не только для мирного населения, но и для наших войск, для силовых структур. И хочу отметить, что недалеко от места расположения, где мы работали, находится село Еленовка. Раньше там жили люди, а сейчас практически никого нет. Все равно это земля когда-то опять будет заселена людьми. Сейчас эти дома не заселены, потому что это фактически зона боев. Поэтому все отсюда ушли. Но некоторые увидели, там цепочки следов есть. Некоторые продолжают здесь жить. Здесь ничего не работает. Ни магазины, ни школы. То есть это зона отчуждения. На поле осталось очень много слытых под снегом страшных сюрпризов. Неразовавшиеся снаряды, бойцы грузят в машину. А те, которые могут разорваться, вывозят для уничтожения на полигон и подрывают уже на месте полигона. Быть людей, которые находятся в зоне риска, практически полностью зависит от украинской армии и волонтеров. Вот в Гранитном нет ни детского сада, ни школы. Люди массово выехали из села. Остались в основном пенсионеры. И наши военные передали жителям теплые вещи, продукты. Делают это они практически каждую неделю. Спасибо хоть солдатам, гуманитаркам. Даем и живем. Это не пенсии, не ведем ничего. Благодаря украинской армии сегодня жизнь у нас другая. И живем мы по-другому. Если бы не украинская армия, то, наверное, у нас было бы то, что у моей дочери в Донецке. Ни гуманитарки, ничего. Сейчас к нам более лояльны. Стараются нас поддерживать. И мы их поддерживаем. В основном у нас все происходит воюдно. Вот так. На этом у меня все, Наташа. Спасибо, Эля. Эльвина Сидбулаева была с нами на связи из Мариуполя. Украинскую границу пересек очередной путинский конвой, уже 11-й по счету. На этот раз в Донецкую область заехало 124 фуры. Осмотреть груз нашим пограничникам не дали. Как правило, таким образом в Украину завозят российских наемников оружие и боеприпасы для боевиков. Обратно в Россию машины увозят тела убитых террористов. И то, что удалось награбить на стратегических предприятиях, находящихся на временно оккупированных территориях. Представники Международного комитета Червоного Христа не брали участь в оформлении и доставке вантажу. Поэтому украинский взведенный подраздел совершил лишь визуальное наблюдение за проходением вантаживок через государственный кордон, не имея возможности выполнить свои контрольные функции. На оккупированных территориях Донбасса находится до 7,5 тысяч российских военных. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак. По его словам, границу, там где ее не контролируют украинские военные, российские наемники вместе с техникой переходят практически каждый день. Что же касается ведущей мобилизации в Украине, Полторак отметил, что до апреля будет мобилизовано 50 тысяч человек. Еще 54 тысячи до сентября по необходимости. До квитня месяца 90 дней будет проводиться подготовка тех, кого мы отмобилизуем. Значит, по рештой мобилизации решения не приняты. И та сумма, как она была 100 тысяч, если точно сказать 104 тысячи, так она остается. И при необходимости, при раскладывании обстановки, только тогда будет проведено дополнительное мобилизование. Цифры про 200 тысяч, мне ничего не видимо. В Харьков приехали родные нацгвардейцев, которые пострадали во время аварии под Артемовском. В госпитале по-прежнему находятся 19 бойцов, двое в тяжелом состоянии в областной больнице. Медики говорят, что лечить их будут в Харькове, отпустить домой пока не могут. Не хватает лекарств и запасов донорской крови. Напомню, в понедельник вечером на трассе Славянск-Артемовск произошло ДТП. Столкнулись военные кражи и автобус «Богдан». Бойцы нацгвардии ехали на ротацию. Погибли 12 человек. Все они стабилизованы и риски для их подальшего життя, прогноза для життя, как мы скажем, не исчез. То есть все достаточно стабилизованы, хотя дикие травмы есть достаточно важные. Высокие цены на продукты, постоянные обстрелы и разборки боевиков. Обычные люди о жизни в оккупированных городах. Давайте послушаем Донецк и Луганск. Сегодня в Донецке невероятно сильный мороз. Даже больно было с утра дышать. Воздух обжигал горло невероятно. Но это никому не мешало стрелять. Стреляют из тяжелого вооружения, стреляют по городу. Опять страдают поселок Шахта-Октябрьская, там есть разрушения. В общем, очень тяжелая обстановка. Мы вернулись к полномасштабным военным действиям. Как будто и не было этого счастливого нашего перемирия. Вот сегодня целый день создаются эти удары, эти минометы. Постоянно ба-бах-бабах. Мы бы хотели, чтобы оно прекратилось. Но ведь постоянно же врывы идут и идут. Уже хочется, чтобы все это прекратилось. Хочется так работать на благо нашей Украины. Весь город живет в ожидании. Ожидании весны, ожидании лучших времен. Беспокоенность и поисками работы, потому что, естественно, все возросло в разы. Работы в городе практически нет. И, ну, как-то приспосабливаемся жить фактически без денег. Только заботясь о том, чтобы было что покушать. Когда был убит командир из одного из банфирований «Бэтсман», Луганск напоминает какой-то Чикаго. Утром сегодня в районе библиотеки университета «Даля», где когда-то базировался «Бэтмен», была перестрелка. В народе ходит молок, что это Плотницкий и его команда отстреливают «Бэтменовцев», которые сели. Самые такие насущные проблемы Луганска за последние несколько дней. Это продолжение бандитских разборок и проблемы с обналичиванием денег. Менялось, а в основном это люди, приближенные к тем или иным структурам ЛНР, повысили процент. Как говорится, кому война, кому мать родная. Украина купила еще два судна африканского угля. 160 тысяч тонн по 80 долларов. Он менее качественный, чем отечественный, но в условиях дефицита, возникшего в результате войны на Донбассе, без него никак. По крайней мере, в этом убежден министр энергетики и угольной промышленности. По словам Владимира Демчишина, две последние партии обошлись бюджету дешевле, чем предыдущие. Напомню, после того, как осенью минувшего года правительство заключило контракт с ЮАР на поставку около миллиона тонн черного золота, в прозрачности договора усомнился президент. Заявил, что цена африканского угля выше рыночной, около 120 долларов за тонну. После этого генпрокуратура открыла уголовное производство и даже вызвала на допрос бывшего министра энергетики Юрия Продана. Чем завершилась эта история, пока неизвестно. И мы продолжаем. Смотрите далее. Украина по Соросу. Сколько и как нужно потратить? Чья коза краше? Критерии прекрасного у рогатых. Кто победил? Элвис не умер. Он просто улетел. А если бы остался, то ему стукнуло бы босеница. В гостях у Ангелы Меркель, о чем говорили канцлер Германии и украинский премьер. Будет ли встреча в Астане? Подробнее Татьяна Лагунова из Берлина. Германия не видит оснований отменять или смягчать европейские санкции в отношении России. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель после встречи с украинским премьером. Арсений Яценник, с правительственной делегацией, сейчас находится с официальным визитом в Берлине. Позиция Меркель такова. Вести речь об отмене санкций можно будет только в том случае, если Кремль пойдет на уступки и выполнит ряд условий. Санкции могут быть сняты только тогда, когда уберут причины их введения. Часть ограничений появилась после оккупации Крыма, и их можно убрать только, когда мы увидим прогресс в этом вопросе. Но у меня сейчас мало на это надежд. Другие санкции, как ответ на вмешательство на востоке Украины. И говорить об их отмене мы сможем только после полного выполнения минских соглашений. Меркель и Яценюк обсудили также экономическую ситуацию в Украине и реформы, на проведении которых насаивает Евросоюз. Для того, чтобы Украина была успешной, нам необходимо додатково отримать стабилизационный финансовый пакет. И для этого уряд Украины провел низку сложных, но правильных законов. И для этого уряд Украины проводит реформу. Журналисты интересовались у политиков, будет ли и когда встреча в так называемом нормандском формате на высшем уровне в Астане. Планируется, что на этом саммите обсудят пути урегулирования конфликта на востоке Украины. Подготовка идет, ответила Меркель, но окончательно вопрос пока не решен. Возможно, что-то прояснится завтра. В пятницу в Берлине ждут президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. И главная тема его встречи с Ангелой Меркель. Тоже ситуация в Украине. Татьяна Луганович, Слав Ролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Конгресс США в новом составе приступил к работе и обещает помочь Украине. Большинство в обоих палатах республиканцы, а руководители многих комитетов занимают активную проукраинскую позицию. Например, председатель Сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер выступает за предоставление Украине оружия. А глава комитета по вооруженным делам Джон Маккейн обещает сделать все, чтобы помочь Киеву. И для того, чтобы помощь была более ощутимой. По его словам, Россия обязательно должна покинуть Донбасс и вернуть Украине в Крым. Украина как риск для еврозоны. Джордж Сорос прикинул цифры. О чем не боится говорить и на каких решениях настаивает финансист-миллиардер, знает Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Украинский вопрос не сходит со страниц британской прессы. В сегодняшнем номере влиятельной Financial Times большое интервью с миллиардером Джорджем Соросом под заголовком «Спасти Украину, чтобы противостоять России». Известный финансист и филантроп неоднократно высказывался относительно событий в Крыму и на Донбассе. Он не боится прямо обвинять как Россию, так и Европу. Мол, Кремль продолжает расшатывать ситуацию в Украине, а ЕС до сих пор не сумел адекватно ответить. Сорос уверен, санкции – это вынужденное зло. Они необходимы, чтобы заставить Россию вывести свои войска с территории Украины. Но главная ошибка Евросоюза и Соединенных Штатов, по мнению миллиардеров, в том, что санкции не подкреплены достаточной денежной помощью Киеву. Еще в марте прошлого года Сорос настаивал на немедленной финансовой помощи. Европа должна помочь Украине конкретными действиями, финансами и технически. Что-то наподобие плана Маршалла для Украины. Это будет адекватным ответом на российскую агрессию. Финансист Сорос настаивает. Запад должен предоставить Украине около 50 миллиардов долларов, причем в ближайшее время. И этот шаг Евросоюз должен рассматривать как обеспечение собственной обороны. Мол, ГЕС до сих пор не поняли, что Путин стремится подорвать не просто Украину, а всю еврозону. Сорос составил целый план по оказанию помощи Украине. В нем детально прописал, где достать деньги и на что их потратить. И даже в это совершенно непростое время для украинской экономики, он призывает инвесторов вкладывать средства в нашу страну, прежде всего в энергетические и сельскохозяйственные секторы. Сам миллиардер открыл благотворительный фонд в Киеве еще в 90-м году. Он поддерживает движение против цензуры в СМИ, развитие независимых журналистских расследований и другие образовательные и гражданские инициативы. Стефана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, британское бюро телеканала Интер. В Украину приехала миссия Международного валютного фонда, главного кредитора нашего государства. До конца месяца она будет изучать экономическую ситуацию в стране, потом сделает вывод, стоит фонду увеличивать первый в этом году транш Украины, до 5 миллиардов, как просит правительство, или оставить вдвое меньше. Напомню, в апреле 2014 Украина и МВФ оценили программу сотрудничества в 17 миллиардов долларов. Первые 4,5 уже перечислены Украине в минувшем году. И еще о денежных вливаниях в Украину со стороны Европы. Еврокомиссия выделит Киеву почти 2 миллиарда евро. О таком решении сообщил в Риге президент Еврокомиссии. Тем самым, подчеркнул Жан-Клод Юнкер, Евросоюз демонстрирует, что европейская солидарность с Украиной это не мертвое письмо, а факт, отображающий реальность. Напомню, очередной кредит от ЕС Киев получил в ноябре четверть миллиарда евро. Общий размер помощи Украине, обещанный Евросоюзом, 11 миллиардов евро. Масштабное ДТП в американском штате Бельгпенсильвания. На заснеженной дороге столкнулись 9 грузовиков и еще столько же легковушек. Три человека погибли, около 20 получили травмы. Причиной автокатастрофы стала плохая видимость. В момент трагедии в этом районе бушевала метель. После двухдневного шторма приходит в себя Иерусалим. Несмотря на то, что сегодня утром город проснулся под слоем снега, местные радиостанции сообщили, что по автотрассам, перекрытым накануне, возобновлено движение. Впрочем, водители сразу предупредили, закрыть их могут в любой момент. Также сегодня начали открывать школы и детсады. Израильская полиция в связи с непогодой организовала специальный информационный центр, где отвечают на все вопросы граждан. Буря ударила и по соседней Иордании. Наиболее пострадали лагеря сирийских беженцев. Здесь нет ни отопления, ни электричества. Дети греются возле огня. Эвакуировать всех местные власти не могут. Сейчас в Иордании находится 41 тысяча детей-беженцев из Сирии. Минус 20 и даже минус 30. В этом году настоящие морозы пришли не на крещение, а сразу после Рождества. Ниже всего столбик термометра опустился на востоке Украины, а юг заметает снегом. Еще вчера, когда температура снизилась до минус 15, жители Днепропетровска думали, куда уж холоднее. Но сегодня выяснилось, это были цветочки. Ночью грянул 30-ти градусный мороз, и вот сейчас на градусниках минус 18. На улицах непривычно малолюдно. Без лишней необходимости жители стараются не выходить из квартиры и офисов. В области развернуто более 130 пунктов обогрева. И в отличие от прошлых лет, в палатках можно увидеть не только бездомных. Здесь спасаются от переохлаждения обычные прохожие. Жители городских окраин сетуют не только на мороз, но и на гололед. В центре снегоуборочная техника работала исправно. Тротуары посыпаны песком, а вот по улицам спальных районов ходить опасно. Там, где я живу, я вышла, нас вообще не посыпано. Там я чуть не упала, это ужас. Я работаю в больнице, как бы с травмами люди приходят к нам. Ну плохо, плохо, очень плохо. Тяжелые погодные условия сохраняются и в Одесском регионе. Если в самом областном центре ситуация более-менее стабильная, то в южных районах ГАИ даже пришлось ограничивать движение на автодорогах из-за снежных заносов. Пришлось закрыть 6 пунктов пропуска на границе Украины с Молдовой. Наихудшее положение на участке автомагистрали Белгород-Днестровский Монаши. От снега дороги расчищают с помощью спецтехники. За минувшие сутки из снежных заносов вызвалили полсотни легковых автомобилей и 4 рейсовых автобуса с пассажирами. В ГАИ по-прежнему просят водителей не выезжать на пригородные трассы без лишней необходимости. Вот сейчас днем солнце пригрело, подтаяло, сейчас будет гололед до утра 100%. Самое главное соблюдать дистанцию и скоростной режим. В самой Одессе проблемы не столько у водителей, сколько у пешеходов. Над головами прохожих нависают ледяные глыбы. Нужно что-то с этим делать. Не дай бог, кто-то будет идти и на голову упадет. Ну, сами понимаете, что коммунальщики не занимаются этим. Коммунальщикам стоит поторопиться. Сегодня в Одессе еще мороз, но синоптики пообещали, что к выходным потеплеет до плюс 8. И лед с крыш домов неминуемо посыплется. Андрей Анастасов, Наталья Грищенко, Игорь Михоношин, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Подробности взрыва в пункте обмена валют в Херсоне. Две недели назад, во время неудачной попытки ограбления, в здании прогремел взрыв. Налетчик погиб. А вот при чем здесь террористы ДНР, расскажет Кирилл Ющишин. В тот день в Херсоне почти одновременно прогремело два взрыва. Первый на тротуаре возле обменного пункта, второй внутри. Начали люди кричать, бегать. Скажем, мы не могли понять, что случилось. Повезло, что просто нашлись еще люди такие, которые, можно сказать, хорошие. Они начали перекрывать просто здесь проход. Перед вторым взрывом в обменник зашел мужчина. Угрожая бомбой, закрепленный на рюкзаке, потребовал выдать всю наличность. Но кассиры вовремя сориентировались и успели выскочить на улицу. Прогремел взрыв. Именно так развивались события. Но, как выяснилось позже, мужчина стал грабителем не по собственной воле. Накануне преступления его взяли в заложники. Я его захватил с помощью пистолета. Мы выехали на пустырь. Прождали там до утра. Утром я навесил на него взрывчатое устройство на управлении. И сказал, что ему нужно будет зайти и сказать, что у него на спине килограмм тротила, чтобы они давали все деньги. Террористом со взрывчаткой за спиной оказался моряк, который только недавно вернулся из рейса. А его захватчиком житель Херсона. Как только моряк зашел внутрь помещения обменника, он сразу же попросил всех людей выйти. Но к бомбе был прикреплен мобильный телефон. И организатор преступления все слышал. Дальше он просто нажал кнопку и подорвал моряка. Пытался сбежать в Донецкую область, но не удалось. На одном из блокпостов злоумышленника задержали. Ему 28 лет. Один из его родственников походит в службу в ДНР, который предоставил ему схему взрывного устройства. Организатор преступления ждет суд. А вот моряк, которого изначально подозревали в нападении, на самом деле спас людей от гибели. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности телеканал Интер. Херсон. Помощь для души. На этот раз харьковские волонтеры решили отправить в зону АТО не только предметы первой необходимости, но и праздничные сюрпризы. Какие? Давайте посмотрим. Люди делали сами, сами вязали носки. Вот там даже открытка какая-то, по-моему. Не, не открытка, смотрите, иконка. Десятки коробок, сотни подарков. И комнаты, и коридор в квартире Иваны заставлены доверху. Что-то девушки волонтеры шьют и вяжут сами, что-то присылают единомышленники. Детские картинки едва ли не главное, чего ждут бойцы, говорят волонтеры. Малыши не только рисуют, но и пишут солдатам пожелания. Вот желаю с Днем Победы поздравить, такие зайцы. Вот, я хочу, чтобы наши солдаты победили, очень хочу. Вот здесь, на кармане, все это они носят. В петлицах украинские, вот, которые вяжут дети браслетики. И во блиндажах вот так вот, это, как иконостасы, это детские рисунки. Это вот настолько трогательно. Наверное, никто никогда из женщин не мог представить, что мужчины наши настолько сентиментальны. Кому что достанется, не знает никто. Это своеобразная насерея. Подарки пакуют по такому принципу. Что-то вкусное, что-то полезное, что-то для души и что-то в качестве оберега. Что-то полезное. Это крем, это оберег, это для души, там есть пожелания, ну и немножко сладкого. В комнатах армиоупаковщицы на кухне устроились писательницы поздравлений. Самые юные девчонки едва закончили школу. О проекте узнали из интернета. Вызвались подписывать открытки. Текст сочиняют на ходу. Любят наши защитники и вы справедливые герои. Нехай в сердце квитная весна выражите себя и Украину. Гостиницы забирают волонтера и развозят по всему фронту. На блокпосты в счастье в станицу Луганскую. Чтобы ни один солдат не остался в празднике без подарка. Елена Романова, Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Шерлок Холмс ждет ребенка. Конкурс красоты среди кос. И Билл Гейтс, который попил практически из унитаза. Об этом и не только в нашем обзоре. Американский журналист Харрисон Уэббер исполнил мечту любого гаджет-фаната. Испробовал за день всю электронику, которую можно на себя надеть. Эдакий политест устроил во время выставки электроники в Лас-Вегасе. Всего журналист насчитал 56 надеваемых гаджетов. В основном это умные часы и фитнес-браслеты. Похвастал, что примерил даже умный анализатор пота. В Татарстане выясняли, чья коза краши. Провели конкурс красоты среди рогатых. Участниц снарядили в цветные платки, гетро и бантики. Победила коза из Кемеш-Кульского поселения. За что получила качан капусты. Подобные смотры ежегодно проводят, например, в Саудовской Аравии. Правда, ставки тут куда выше. Хозяин рогатой при лестнице чемпионки получает 10 тысяч евро. Вилл Гейтс попробовал воду из фекалий. Основатель Майкрософт и самый богатый человек мира опубликовал ролик, который наглядно демонстрирует, как отходы жизнедеятельности человека превращаются в H2O. В итоге Гейтс выпил стакан прозрачной жидкости и заявил вкусно. Жидкость он дегустировал в рамках благотворительного проекта, цель которого решить проблему нехватки питьевой воды в странах третьего мира. Американцы назвали победителей народной премии. «People's Choice». Фильмом года объявили сказку «Мелифисент» от Анжелиной Джоли. Актриса года – Дженнифер Лоуренс. А лучший актер – Роберт Дауни-младший. Также отметили ленты «Дивергент» как лучший экшен, «Исчезнувшая», «Лучший триллер», «Виноваты звезды», «Лучшая драма». «People's Choice» – это единственная премия в американском шоу-бизнесе, где победители определяют всенародным голосованием. Шарлок решил свить семейное гнездо. Британский актер Бенедикт Камбербэтч и его невеста Софи Хантер ждут первенца. Пока это только слухи, однако последнее фото тому подтверждение. Хантер стала надевать непривычно свободное платье, к тому же прикрывать живот кладчем. Ранней весной пара планирует пожениться. Фанаты рок-н-ролла отмечают юбилей своего короля. Сегодня 80 лет со дня рождения Элвиса Пресли. В честь круглой даты запланировали массу мероприятий, среди которых аукционы, круглые столы и поедание огромного торта. Пресли далеко не королевских кровей. Мать швея, отец водитель. Семья еле сводила концы с концами, пока 19-летний Элвис не записал на сэкономленные 4 доллара свою первую песню. Живой голос из прошлого. В Черкассах к 80-летию выдающегося поэта и журналиста, одного из самых ярких представителей поколения 60-ников, Василия Симоненко, решили провести необычную акцию. Какую? Давайте посмотрим в сюжете. Петру Николаевичу уже давно за 80. Для Симоненко он был и коллегой, и другом. Десять лет работали в одной редакции. Все стихи поэта он знает на зубок. Едва услышав голос товарища по радио, пенсионер будто окунается в свою молодость. Для меня живой голос – это вспоминание про мою юность, про мою спильную работу с Василем. Складно, в той час была складная ситуация, но Василь всегда был простым, талановитым и шов за где попереду. Василий Симоненко родился в Полтавской области, работал и жил в Черкасах. Здесь же и умер, когда ему было всего 28 лет. Симоненко – личность для историков неоднозначная. Яркий представитель 60-ников, работал журналистом в советском агитпроме и при этом писал откровенные стихи, посвященные Украине. Его читали, любили и даже боялись. Ось, кстати, первый номер молодежи. Ее закрыли, почему он в 1963 году пошел в рабочую газету, спецкором по Черкасскому и Кировоградскому. Потому что ее закрыли, она была популярнее, чем Черкасская правда. Ну, короче, там молодежь зібралась, и они такие вот зубатые, и их просто прикрыли. Это оригинальные записи. Василий Симоненко читает свои стихи. Восстановить голос поэта взялись черкасские радийщики. Для Петра Николаевича это не только встреча с юностью и старым другом. Сейчас, во время войны на востоке Украины, поэзия Василия Симоненко стала для него еще ближе. Народ мой есть, народ мой завтра будет, еще на переможем мой народ. У них никакие там не Путина, никакие там ДНР, АНР. Станислав Кухарщук, Павел Тимошенко, телеканал Интер, Черкассия. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей.ua. В прямом эфире мы увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи в подробностях. Субтитры создавал DimaTorzok